Мне очень хотелось и я могу В студии мне писали, по-моему Хаб когда-то писал Но я не пошел, мне предлагали Но я не Мне это не Но я от этого кайф не получаю Да, да Два года Сейчас у нас хорошие отношения Но он понял, чем я занимаюсь Просто когда раньше Я просто играл в доту И не было такого масштаба развития Ну как Я с ним именно в соцсетях не связывался Просто он мне предлагал То, что он приедет в Белгород Если у него будет время Да, да, да Уже после этого Скал окей Но у него не получилось Он не приехал То есть так я с ним не общался Но с многими донатерами Я, естественно Не с ним конкретно Даже один человек ко мне приезжал Мы с ним пиво попили В Ирландском пабе посидели Вот такой мужик приехал Там лет 35 Наверное Такой бородатый, усатый Там он был каким-то Ну Блин, каким-то На заводе работал Но он был каким-то там Ну шишкой, короче Какой-то Вот Но он и сейчас есть Вот приезжал Да, вот один раз Общался Он мне сказал просто Что вот я зашлазил по стримам Под Ну и как бы Куда не заходил Везде какие-то школьники Тебе вроде бы Ну мне тогда было 25 Тебе 25 И у тебя Там Ну ты как-то Как будто тебе там Ну немногие люди в моем возрасте Говорят так Ну и типа мне вот это понравилось Вот я и Сижу интересно посмотреть Как ты Блин, я не то что как бы Фильтрую базар Скажем там Так, когда стримлю Просто я понимаю, что Людям-то Примерно надо подавать нормального Ну как бы Самое главное Это быть нормальным человеком Вот и все А не вести себя как урод Я фильтрую И не допускаю этого То есть просто я понимаю Что у нас Это Какая вообще разница Зрителю Там Есть у меня девушка Нет у меня девушки Натур Тротиш Донат Никуда Ни на что не коплю На 18 плюс Школьникам Могу пойти Ну особо Дешево Вот особо никаких затрат нет Да То есть он работал Он постоянно ездил У него командировки Он то в Харьков То в Москву То еще куда-то Но это были самые классные моменты У меня наоборот Когда я не было Я кайфовал Я мог Да Потому что мама особо Мне не могла запретить Вот я Перед тем как вы приехали Позавчера Помыл Я ее полгода не мыл Она была там Грязнючая